В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Как выглядят рязанские дороги после планового асфальтового ремонта? Сотрудники природоохранной прокуратуры выявили нарушения в Клепиковском и Шиловском районах. И сегодня православные христиане отмечают праздник День явления Казанской иконы Божьей Матери. Состояние дорог – тема, которая, к сожалению, телезрители и к радости журналистов, видимо, будет жить вечно. Так, один из федеральных каналов проинспектировал рязанские дороги и выявил худшую – Славянский проспект и лучший участок на улице Солнечной. Журналисты отметили, что именно здесь находится региональное управление ГИБДД. Наш корреспондент сегодня тоже проверила качество дорог, которые были отремонтированы в этом сезоне. Далее Анна Герцовская. По информации Управления благоустройства города, не так давно был выполнен ремонт картами на некоторых улицах нашего города. Среди них улицы Гоголя, Братиславская, Щедрина, Кремлевский Вал, Шабулина, Весенняя, Солнечная, Первая линия, Северная окружная дорога, Московское шоссе. Сейчас мы проедем по некоторым из этих улиц, чтобы убедиться, насколько качественно был выполнен этот ремонт. Улица Братиславская оказалась в исправном состоянии, правда только частично. Именно там, где был выполнен ремонт с заменой большого участка проезжей части, когда верхний слой старого асфальта срезают и на его место кладут новый. И совсем рядом со свежим покрытием нетронутыми остались трещины, неровности, которые пока еще можно назвать терпимыми. Но некоторые из них уже начали превращаться в ямы. Машины подпрыгивают, не могут разогнаться. А на улице Гоголя, видимо, ремонт производился очень маленькими картами, без снятия большого количества асфальта. Здесь вот такие вот ямы встречаются буквально на каждом шагу. Да, заложить некоторые ямы асфальтом на этой дороге рабочие, видимо, забыли. А может, эти пробоины не столь большие в сравнении с отремонтированными? Может быть, их просто не заметили? Даже если так, мимо глаз водителей они точно не проходят. Люди методично объезжают неровности на низкой скорости. Тратят на это дополнительное время и нервы уже долгие годы. Ничего не меняется – девиз этой улицы. Следующим участком по пути нашего следования оказалась улица Первая линия. Здесь видно, что дорожное полотно недавно перестелили. По дороге удобно ходить людям, ездить машинам. На втором участке улицы Первая линия дорога тоже достаточно хорошая. Остается надеяться, что все улицы нашего города будут выглядеть хотя бы таким образом. Людям удобно, комфортно. Этот двор является практически показательным. Граждане ходят не по грязи, им не приходится маневрировать между ям, к которым многие в нашем городе уже привыкли. Так что по итогам нашей проверки можно выделить больше плюсов, чем минусов. На некоторых дорогах города рабочие все же потрудились. Сотрудники природоохранной прокуратуры продолжают рейдовые мероприятия. В летний период, как правило, даже самые тщательно скрываемые нарушения становятся очевидными. Так в Лепиковском и Шиловском районах области были выявлены нарушения природоохранного закона. Рязанской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно с прокурорами районов и Рязанской транспортной прокуратурой продолжается проверка по соблюдению законодательства в водоохранных зонах. В настоящее время проверена территория с выездом на место, территория, прилегающая к Рязани, Спасский район, Рязанский район, проверена также территория Касимовского, Шиловского района и был ошлен выезд вчера на озера, которые расположены на территории национального парка Мещера. Помимо прокуратур к проверке привлекались и сотрудники природоохранных органов контроля, Росприроднадзор, Росрыболовство и администрация национального парка Мещера. В настоящее время проводится исследование на предмет наличия или отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного частью 247, статьей 247 или 250 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту гибели рыбы в реке Ибрить Шиловского района, ниже предприятия Ибрить Крахмал-Патки. Там зафиксирована гибель на протяжении километра с небольшим рыбы. Подсчитан ущерб, составил более 500 тысяч рублей. В настоящее время к исследованию данного события, помимо госинспекторов Росприроднадзора и Росрыболовства, привлечены также и лабораторные силы. Также были привлечены и лабораторные силы, в частности, экоаналитическая лаборатория РГУ и Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства, который дислоцирован в Астрахани. Он оказывал методическую помощь по отбору проб и исследований. В дальнейшем комплексно проведенная работа поможет дать оценку действиям тех должностных лиц, которые раскапывали трубы, расположенные в непосредственной близости к реке и через которые произошло попадание в воду отравляющих веществ. Также в ходе рейда были зафиксированы нарушения иного рода. Завиксированы массовые нарушения режима использования водоохранной зоны под места отдыха граждан. То есть, если производится строительство каких-то мест досуга пребывания, незаконно занимаются водоохранные зоны, пытаются обустроить пирсы, пытаются засыпать прибрежно-защитные полосы, уничтожить растительность, сделать невозможным доступ неопределенного круга лиц к водным объектам. Это категорически федеральным законодательством запрещено. То есть, федеральный водный объект должен быть свободен для доступа каждого гражданина без исключения, независимо от того, является он местным жителем или гостем. Нарушения были выявлены и на территории проверяемых районов, и на территории национального парка. Сейчас прокуратура ждет акты исследования, которые необходимо отрабатывать. В дальнейшем будет дана оценка событий для каждого нарушителя. В случае, если добровольно граждане или юридические лица откажутся освободить самовольно занятые территории или предоставить доступ к водным объектам неопределенному кругу лиц, будут предприняты меры искового воздействия. Если и по решению суда гражданин откажется освободить самовольно занятые территории, данное судебное решение будет направлено в службу судебных приставов и будет исполняться принудительно. Сегодня православные христиане отмечают праздник День явления Казанской иконы Божьей Матери. Эта икона одна из самых почитаемых святынь на Руси. В трудные минуты российской истории к ней обращали свои взоры и цари, и бедняки. Общенародное почитание иконы началось лишь в смутное время. В 1611 году, когда под стенами захваченной поляками Москвы стояло первое ополчение, именно эта икона стала поддержкой горожан. Образ Казанской Пресвятой Богородицы по типу относится к иконам Адигитрия, путеводительница. И действительно, многим нашим соотечественникам она не раз указывала верный путь. Сегодня очень большой праздник, День явления иконы Казанской Божьей Матери. В нашем храме было очень много прихожан, все радовались этому празднику. Мы даже были удивлены, что было столько много прихожан, несмотря на то, что это не рабочий день и не выходной, и люди заняты сельскохозяйственными своими работами, но пришло очень много поклониться этой иконе. Даже сами слова тропаря говорят об этом, заступница усердной рода христианского, за всех молящих Бога нашего, Христа Бога нашего. Поэтому ее так любят, почитают. К XIX веку икона стала в России любимой и почитаемой не меньше, чем древние Владимирская и Смоленская. Ей были посвящены сотни храмов и монастырей. В Казани императрица Екатерина II украсила оклад иконы своей бриллиантовой короной. В Рязани действует Казанский женский монастырь. Его основали в XVI веке. После революции в стенах обители располагался один из концлагерей для дворянства и духовенства. До 2005 года монастырь оставался в разрушенном состоянии и восстанавливается до сих пор. Желтый бок, сухой хвостик и звонкий треск. Любители арбузов открывают сезон огромных ягод. О том, как правильно выбрать лакомство, написано и показано много. Пользуются ли этими знаниями рязанцы узнавала Оксана Тебенихина. Арбуз – любимая летняя ягода, которая в жаркий день так превосходно утоляет жажду. Вот только ягодка эта совсем не простая. Многие люди так толком и не знают, как выбрать арбуз правильно. Ведь определить его спелость, в отличие от других ягод, крайне сложно. Поэтому покупка арбуза нередко превращается в приобретение лотерейного билета. Повезет, не повезет. Наверняка для любого любителя арбузов самым обидным является тот факт, что приобретя и дотащив до дома 15-килограммовую ягоду, она оказывается не сладкой и не зрелой. Так как же правильно выбрать арбуз? Ну, немножко можно было его обжать, чтобы он похрустел. Потом, чтобы у него хвостик был сухой. Вот самое основное. Я в них не разбираюсь, извините. Ну, обычно подходишь, берешь арбуз, стучишь по нему. Если там он злом внутри есть, как будто я считаю, что он хороший, вкусный, сладкий. Вроде пока никогда не ошибался. Народные признаки в виде сухого хвостика, особого звука при простукивании и насыщенного зеленого цвета срабатывают далеко не всегда. Тем более, что обращать внимание необходимо не только на степень спелости, но и на безопасность товара. Арбуз – вкусный и ценный продукт, который может доставить истинное наслаждение и принести пользу здоровью. Но лишь в том случае, если он выращивался, транспортировался, хранился, продавался и употреблялся правильно. Небольшой мастер-класс. Первые аппетитные полосатые колобки появляются на прилавках супермаркетов еще в июле, хотя арбузный сезон уступает только во второй половине августа. В сентябре ранними ягодками трудно не соблазниться. Но чтобы получить от арбуза максимум удовольствия, радости и пользы лучше подождать до конца лета, когда вероятность приобретения плода без нитратного коктейля значительно возрастает. Приобретать арбуз и дыни необходимо только в местах, предназначенных для торговли бахчевыми, в магазинах и оборудованных палатках. Такие палатки непременно должны иметь навесной тент, а плоды должны быть разложены на настилах не ниже 15 сантиметров над поверхностью земли, чтобы на товар не попадала пыль, грязь и микробы, для которых сочная мякоть арбузов является идеальной средой для размножения. Любой вид товара должен иметь сертификат качества. Соответствующий документ должен быть и у приглянувшегося вам арбуза, поскольку в данном случае речь идет о здоровье и безопасности. Какое-либо смущение и стеснение неуместно. Вы имеете полное право потребовать у продавца сертификат качества, а он обязан вам его предъявить. Выбирая арбуз, внимательно осмотрите его со всех сторон, чтобы убедиться в целостности плода. Он должен быть без трещин, промятостей и прочих видимых изъянов, и уж тем более не подгнившим. У спелого полосатика корка должна быть твердой и блестящей, плохо поддающейся протыканию ногтем. Это связано с тем, что при созревании у плода пересыхает хвостик, прекращается поступление влаги и корка затвердевает. Если ноготь легко протыкает корку или при ее растирании ощущается запах свежескошенной травы, это указывает на незрелость плода. Чтобы выбрать правильный арбуз, непременно следует обратить внимание и на степень полосатости плода, который является не только важной частью арбузного имиджа, но и показателем его спелости. У каждого уважающего себя арбуза цвет полосатой корочки должен быть максимально контрастным. Созревая на поле, арбуз, как правило, отлеживает себе один из боков, на котором появляется светлое пятно. У спелого плода пятно должно быть насыщенного желтого или даже оранжевого цвета. Самый известный признак спелости – сухой хвостик. Созрев, правильный арбуз отключается от бахчи путем пересыхания хвостика. Однако следует учесть, что сухой хвостик может появиться и у давно сорванных неспелых плодов, поэтому этот признак нужно учитывать лишь в комплексе со всеми остальными. Арбуз – ягода двуполая. У мальчиков низ плода, противоположная хвостику сторона, выпуклый, а у девочек плоский и на нем есть широкий кружок. Дело в том, что девочки считаются более вкусными. В них значительно меньше семечек, а сахара больше. Так что при покупке лучше выбирать арбузиху. У спелого арбуза звук должен быть не глухим, а звонким. Чтобы окончательно развеять все сомнения, приложить арбуз к уху и изо всех сил попробуйте сдавить его руками. У спелого плода кожура должна немного прогнуться и затрещать. Вот и все премудрости выбора правильного арбуза. Перед употреблением не забудьте тщательно вымыть плод под проточной водой. Разрезанный арбуз необходимо хранить только в холодильнике. Погода радует рязанцев разнообразием и уже не утомляет жарой. Такая тенденция продолжится и в выходные дни. Подробности у Натальи Новиковой. Первые половины недели запомнилась рязанцам неустойчивой погодой влажных субтропиков. В середине недели жара спала и прошли сильные грозовые дожди. 18 и 19 июля в Рязани выпала третья месячная норма осадков. Малоподвижный атмосферный циклон и его подвижные фронты и дальше продолжат определять неустойчивый характер погоды. До конца этой недели сохранится большая вероятность дождей разной интенсивности в отдельных районах с грозами и порывистым ветром. Преобладаешь температуру воздуха ночью 11-16 градусов, днем 20-25. Тем не менее, среднесуточная температура близка к норме. По факту у нас 20-21, а норма 19 градусов. Умеренно теплая погода позволит отдохнуть от знойного лета и не устать от однообразия. А дожди заставят природу зазеленеть и расцвести еще ярче. И напоследок в конкурсе символов для новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей есть и вариант от жителей Рязани. Они предлагают изобразить памятник грибов с глазами. Сейчас предложение находится в хит-параде. История грибов с глазами следующая. Когда-то Рязанское княжество было пограничным, а с востока и степей постоянно исходила угроза. В Шишевском лесу стояла княжеская пограничная охрана и присматривалась к грибам. Местные по лесу не ходили, так что сбитые грибы расценивались как признак присутствия неприятеля. На этом у меня все. Хорошего продолжения вечера и до встречи завтра в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok